Здравствуйте! В эфире события в студии Андрей Трой. Смотрите в выпуске. Ошибочка вышла. Жителям не придется оплачивать квитанции за свет. Спасти озеро. На призыв нашей телекомпании и местных жителей откликнулись экологические службы города. Неслучайная связь. Новый маршрут соединит город и поселок Мехзавод. Память через века. Что общего у Самары и знаменитого Федора Шаляпина? Нефтяной плен. Наша телекомпания продолжает следить за обстановкой, сложившейся в Куйбышевском районе Самары. Напомню, Самарагис первый рассказал о печальной судьбе озера Старица Дубовый ерек. Еще недавно оно было местной достопримечательностью. Теперь же водную поверхность покрывает мазутное пятно. Пока нарушителей ищут, городские экологи приступили к ликвидации последствий ЧП. О спасательной операции репортаж Павла Баймакова. Вот уже больше месяца двор-терьер Дашка вынуждена сидеть на цепи. Оттого и гостей встречает рычание. Ее хозяйка Марина Кленова рассказывает, совсем недавно дача была местом семейного отдыха. Теперь больше напоминает нефтебазу. Запах стоит круглые сутки, а купаться в местном озере опасно как для людей, так и для животных. Вот у нас собака привязана, она постоянно купалась в речке, а сейчас боимся спускать. Рыба вся умерла, птица вся в дальние озера перелетела. Солярка плавает, вот трава плавает, все вдоль берегу. Можете зайти посмотреть, там радуга, все. Такой радуге местные жители не рады. За помощью они обратились в городской департамент благоустройства и экологии и в нашу телекомпанию. За дело взялись специалисты. Им предстоит очистить озеро от нефтепродукта. У нас разбито на три варианта решения проблемы. Это очистка непосредственно водной акватории, это очистка прибрежной полосы озера Дубовый Ерик. И также мы рассматриваем привлечь население, чтобы они в своей части индивидуальных домовладений почистили участки водной акватории, которая непосредственно примыкает к их земельному участку. На просьбу жители откликнулись охотно, говорят, готовы на все, чтобы придать озеру былую чистоту. Старица Дубовый Ерик длиной всего в пять километров. Сейчас на водоеме ставят специальные барьеры, так называемые боновые заграждения из специальной ткани, обладающей высокой прочностью, стойкой к воздействию кислот, щелочей, нефти и нефтепродуктов. Мы данный водоем разделили на сектора, дабы отгородить у нас, скажем так, поверхность загрязненную от еще не загрязненной. Мы локализовали пятно, и дальше оно распространяться уже не будет. А дальше потом уже по сегментам начнем очистку. Первоначальный этап очистки воды тоже начат. На нее сыпят древесные опилки, обработанные спецраствором, который, обходя воду, впитывает в себя пленку, скопившуюся на поверхности озера. По одной из версий, попасть в воду нефть могла в результате утечки из трубопровода или из ливневой канализации, куда нарушители, возможно, сливали отходы. Виновников пока не нашли. Их ждет штраф и расплата за нанесенный природе ущерб. Его масштабы будут известны после проведения экспертизы. Павел Баймаков, Максим Гусев. События. Самарцам не придется платить по квитанциям с огромными долгами, которые в августе выставил гражданам Самара Горэнергосбыт. Клиенты компании получили письма с извинениями за неправомерно выросшие счета. Неразбериху объяснили техническим сбоем компьютеров. Об этой неприятной ситуации речь шла на еженедельном совещании в городском департаменте ЖКХ. Первый заместитель главы администрации Самары Владимир Василенко, которому представители Самары Горэнергосбыта доложили о том, как они намерены улаживать конфликт, заявил, что главная ошибка компании заключалась в том, что у людей по сей день ограничены возможности подачи показаний электроэнергии. Не хватает приемных пунктов и ящиков для сбора данных. Потребители не были, как положено, проинформированы перед тем, как предприятие стало выставлять им счета. В первую очередь, предлечем вводить какие-либо новшества, наверное, надо вначале создать для этого базу, информированность, предупредить людей, но с ума сойти. В каждом доме, в каждом квартале, в каждом дворе должны стоять ящики. В каждом дворе тогда. То есть создать доступность людей. Жители поселка Мехзавод больше не будут чувствовать себя отрезанными от большого города. В Самаре вскоре заработает новый автобусный маршрут номер 268. Пока коммерческий, но в перспективе он может стать муниципальным. Наш корреспондент убедился, что на окраину города добраться теперь проще простого. По новому пути от станции метро Победа до Крутых Ключей через 15-й микрорайон и поселок Мехзавод. В Самаре начинает работу новый автобусный маршрут номер 268. Автобус большой вместимости будет заезжать на Мехзавод, что явно обрадовало жителей поселка. А то здесь 25-й один заезжает, а другие не заезжают сюда из города. А 205-й это маршрутка? Да, маршрутка. Автобусы нет муниципального? Нет. Они безопаснее, автобусы большие, чем газельки. Газельки же, садишься на газельку, тебя где-нибудь все равно долбанет. Сразу на метро, и по метру по всему городу можно разъехаться в другую сторону. Раньше на Мехзавод в обоих направлениях заезжал 67-й маршрут. Но в ГИБДД его запретили, посчитав, что площадка для разворота автобуса в большой вместимости просто-напросто отсутствует. Я несколько раз проезжал туда прямо. Нечаянно, да, проезжали? Да, я же не знал, что он не сворачивает сюда. Раньше сворачивал сюда, разворачивался и шел туда. Было как-то все равно нормально. Ну, нормально. А сейчас он прямо идет, только оттуда заходит сюда. В план капитального ремонта дороги уже включили обустройство площадки для разворота. Об этом говорили на совещании в администрации. При этом новый 268-й маршрут станет муниципальным, если будет пользоваться спросом у пассажиров. Он существовал, он не действовал. Мы его возобновляем как раз в связи с обращениями граждан. Олег Фурсов напомнил подчиненным. Перед администрацией стоит задача по увеличению количества единиц муниципального транспорта на востребованных городских маршрутах. Работа в этом направлении в Самаре уже ведется. Так, по поручению Олега Фурсова, с 1 октября маршрут номер 23 будет курсировать с предоставлением всех видов льгот. Павел Баймаков, Марина Матвейшина. Сегодня Андрей Антипов решил оставить машину около дома. На работу отправился на трамвае. Я утром встал, за завтраком включил телевизор, смотрю, в новостях показывают, что сегодня день без автомобиля. Думаю, может правда отдохнуть от этой нервотрепки, от пробок. Все-таки по рельсу она, наверное, побыстрее даже получится. 22 сентября – международный день без автомобиля. От поездки на машине отказываются водители по всему миру. Присоединилась к этому движению и Самара. На один день весь общественный транспорт для автолюбителей стал бесплатным. Достаточно было предъявить карточку техпаспорта. Анна Ляпина, кондуктор со стажем, вспоминает. Каждый год встречает водителей, которые изменяют свои привычки и выбирают трамвай. Сегодня была женщина, предъявила девушку. Вот за проезд вот такую карточку предъявила. В департаменте транспорта уверены, акция поможет привлечь внимание водителей к проблемам городской экологии. В Самаре больше 400 тысяч машин. Именно на них приходится основная часть выбросов, загрязняющих атмосферу. Если водители хотя бы на день откажутся от авто, ситуация может измениться. Польза для города в том, что дороги становятся более свободными. Далее экологическая обстановка в городе также улучшается. Соответственно, лучше станет всем дышать. Каждый день больше полумиллиона самарцев выбирают общественный транспорт. Автобусы и трамваи самые популярные. И экологичные. За ними автобусы. В Самаре уже каждый третий на газомоторном топливе. А значит, безопасен для окружающей среды. К чемпионату мира обещают обновить весь автопарк. Сегодня во всемирный день без автомобиля. Как видите, даже наша съемочная группа пересела на трамвай. Удобно, экологично, никаких выбросов в атмосферу. А кстати, вот наша остановка. Валерия Макарова, Сергей Баскин. События. О развитии футбола в России, обеспеченности спортивной инфраструктуры регионов в период подготовки чемпионату мира по футболу 2018 года говорили на заседании рабочей группы. Его провел помощник президента Игорь Левитин. Рабочую группу, которая включает в себя более 60 специалистов отрасли, возглавил губернатор Самарской области Николай Меркушкин. На совещании обсуждались вопросы подготовки спортивного резерва и национальных сборных команд, а также развития профессионального и массового футбола. О необходимости пересмотреть состав потребительской корзины говорили сегодня в правительстве Самарской области. Минимальный набор продуктов и непродовольственных товаров обновляют каждые пять лет. Новую потребительскую корзину специалисты составили, учитывая региональные особенности. По данным мониторинга, самарцы стали чаще покупать овощи, рыбу и яйца, а потребление хлеба, растительных жиров и маргарина наоборот снизилось. Мы получили заключение Министерства здравоохранения Самарской области, что данный продуктовый набор у нас соответствует нормам физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения. На открытии осенней сессии губернские депутаты обсуждали изменения в областном бюджете. Доходы казны в этом году увеличились почти на 3 миллиарда рублей. Это средства из федерального бюджета и Пенсионного фонда России. Эти деньги направят на социально значимые проекты здравоохранения, образования, жилищно-коммунальные хозяйства. В то же время по некоторым статьям расходы придется сократить. Экономия не коснется социальных и инфраструктурных программ. Необходимость перераспределения средств вызвана социально-экономическими условиями, сложившимися на сегодня в мире. Все вы прекрасно знаете, что основные налогоплательщики у нас являются нефтедобывающей компанией. Вот эти вопросы нужно будет каким-то образом регулировать. Выяснить, есть ли у вашей квартиры темное прошлое, теперь можно в 5 раз быстрее. Региональная кадастровая палата сейчас может напрямую предоставлять сведения из единого госреестра прав. Раньше ведомство было лишь посредником между гражданами и хранилищем данных. Самарская область стала первым регионом в стране, где приняли решение отказаться от бумажной волокиты. Удалась ли задумка, знает Алина Чемерис. Вот в этом замечательном доме мы приобрели квартиру, и вот наши окна как раз. Никак не дождемся, пока въедем сюда. Прежде чем праздновать новоселье, молодой семье важно знать, что на квартире нет никаких обременений. Роберт и Екатерина Домбровские рассказывают, необходимые сведения получили быстро, новые правила помогли сэкономить время и силы. В новом режиме региональная кадастровая палата работает с 1 сентября. Если раньше заявителю приходилось ждать 5 дней, пока придет выписка из Росреестра, то теперь узнать, находится ли недвижимость в залоге и есть ли на ней обременение, можно за один день. Самарский регион стал первым в стране, где кадастровая палата начала работать в рекордно короткие сроки. Информация из ЕГРП, она необходима при заключении любой сделки с объектом недвижимости, поскольку эта выписка актуальна на момент ее представления, и чем короче срок ее представления, тем актуальнее информация, которая будет в ней содержаться на момент заключения сделки. Потенциальный покупатель, либо продавец, будет обладать полной информацией об объекте, который будет отчуждаться, либо приобретаться, и получит информацию о правообладателе. Чтобы получить сведения по новым правилам, заявителям нужно быть внимательнее. Теперь, подавая запрос на выписку из Росреестра, в платежных документах необходимо указывать реквизиты кадастровой палаты Самарской области. Алина Чемерез, Дмитрий Мешканцов, События. В Самару прибыл митрополит ташкентский и среднеазиатский Викентий. Его визит приурочен к торжествам, которые идут в православных храмах в этом году. Верующие отмечают тысячелетие представления святого князя Владимира. Благодаря ему Русь приняла крещение. В Покровском храме два митрополита, Сергий и Викентий, сегодня вечером совершают богослужения. Марина Матвейшина передает из собора. Сотни верующих собрались в Покровском кафедральном соборе на вечернее богослужение с Акафистом перед чудотворной иконой Божьей Матери в заскании погибших. Молебен отслужат митрополиты Самарский и Сызранский Сергий и Ташкентский и Среднеазиатский Викентий. Он прибыл в Самарскую область в рамках празднования тысячелетия и представления святого равноапостольного князя Владимира. В Покровском сегодня будут служить два владыки. Мы сегодня решили сюда прийти, молиться. Сейчас будем встречать Иннокентия, который к нам приехал в гости из Ташкент. Во-первых, мы его еще не раз не видели, мы его должны посмотреть, познакомиться с ним. В Самаре увековечили память о единственном в городе концерте Федора Шаляпина. Борельеф появился на фасаде Самарской филармонии. Раньше на этом месте располагался театр-цирк «Олимп», где и выступал Шаляпин. Что еще связывало легендарного баса с Самарой, расскажет Марина Кравцова. В театре вся Самара. В зале негде было упасть яблоку. Такая обстановка, как пишут историки, царила 18 сентября 1909 года в театре-цирке «Олимп» на концерте Федора Шаляпина. Гений оперного искусства лишь раз выступал на Самарской сцене, но город не был ему чужим. Наверное, немногие знают, что здесь похоронена его мать, и Федор Иванович всю жизнь носил с собой ладанку с Самарской землей. И этот факт дает нам основание полагать, что мы, некоторым образом, породнены так мистически с Федором Ивановичем Шаляпиным. Поэтому мы так трепетно относимся к этой памяти. Открытие памятного барельефа дань Ишаляпину и истории города. Мы знаем с вами, что Федор Иванович был в наших местах трижды. И только один раз из этих трех он был здесь как артист, выступал с единственным концертом здесь, в Самаре. И, конечно, здорово, что теперь все гости, все наши горожане, которые будут приходить на концерты в филармонию, смогут увидеть мемориальную доску, посвященную памяти выдающегося российского певца, который здесь своим концертом, я думаю, дал серьезный толчок в какой-то степени развитию самарской культуры тоже. Работа над барельефом шла около года. В мастерской звучали записи голоса Шаляпина. Скульптор признается, стремились передать и атмосферу концертного зала, и не пренебречь их портретным сходствам. Работали с фотографиями, где Шаляпин молодой. То есть много фотографий есть, где Шаляпин уже в зрелом возрасте, а вот фотографий, где он молодой, очень малый. А он там, правда, в шляпе. Но мы здесь шляпу не стали лепить. Инициатива увековечить память о концерте принадлежит общественникам. Они же год назад посадили у филармонии молодые дубы. Как уверяют, это потомки дерева, посаженного Шаляпиным более ста лет назад. Жители собрали желуди с этого дуба и посадили на своих участках. Хотели бы этот дуб все-таки восстановить на то место, где он и раньше был. А раньше он был вот в 15 метрах от филармонии. Своё посвящение Шаляпину сделал и солист Большого театра Михаил Казаков. После открытия барельефа в филармонии прошёл концерт легендарного баса 21 века. Очень волнительно, что в наше непростое время, очень прагматичные, рациональные, происходят такие акции. И что всё-таки душа у русского народа, душа Шаляпина, она живёт, она с нами. Как уверяют авторы барельефа, при разном освещении выражение лица Шаляпина меняется. Вскоре здесь установят вечернюю подсветку. Марина Кравцова, Артём Слайманов, События. Театр – это храм, в котором главная икона – кукла, уверены актёры тольяттинского коллектива «Пилигрим». На фестиваль «Волготеатральная» они привезли одну из лучших своих постановок – «Ваня Датский». Мариана Мирная окунулась в сказку для взрослых. Тряпичные, бумажные, пластиковые, на верёвках, лесках или перчаточные. Одну из лучших своих постановок – спектакль «Ваня Датский» привезли тольяттинские актёры из театра «Пилигрим». Сюжет спектакля вечен, как сам театр о тоске по родине человека, оказавшегося на чужбине. Спектакль о ощущении человека на чужбине, то есть спектакль о любви к родине. Вот сейчас это очень актуальный вопрос, поэтому мы с большим удовольствием представляем эту тему. И её очень широко и полно раскрыл режиссёр спектакля Сергей Балыков из Белгорода. «Ваня Датский» – постановка колоритная. Особая речь, костюмы, поморские мотивы – всё придаёт спектаклю натуральность. Каждый персонаж наделён характером и несёт в своём образе индивидуальную историю жизни. «Я тебя благословлю, Полену Топерёзову! Мужа у меня море взяло, а сына у него там. Ах так! Ах так! А я тогда без благословения убежу!» Очень здорово, что на таком фестивале нашем ввели номинацию «Театр кукол». Потому что «Театр кукол» – это здорово, это интересно. Артисты и кукольники – это уникальный народ. Им дай щепочку, а они и сыграют спектакль. В общем, да, вы правы. Нам ничего не нужно, кроме души, рук и умения. Всего 40 минут для драматического театра – только лишь время разогрева. Кукольный же успевает окунуть своего зрителя в атмосферу сказки и прожить вместе с детьми и взрослыми целую жизнь. Мариана Мирная, Артём Сулайманов, События. Подробнее о фестивале «Волготеатральный» Мариана Мирная расскажет в своём дневнике, который выйдет в эфир сразу после вечерних выпусков программы «События». Живописная природа – лучшее лекарство, уверены врачи Самарского областного онкодиспансера. К 75-летию центра его сотрудники взялись за обновление парка. Помощники зовут «всех самарцев». Марина Кравцова откликнулась одной из первых. В одном уголке парка будут благоухать липы, в другом зацветёт фруктовая аллея. Сквер за онкодиспансером, где уже растут столетние дубы и совсем маловее ели, место встреч пациентов с близкими. И оно должно давать позитивный настрой, уверен Тимур Усманов, который приехал навестить друга. Хорошее место, много зелени, дышится легко, воздух свежий. Приятно находиться, нет, вот этого шума города, обстановка такая успокаивающая. Людей, оказавшихся лицом к лицу, со страшной болезнью, необходимо окружить заботой, вниманием и природой, красота которой помогает справиться с недугом, уверены медики. У них возникает тяга жить, тяга бороться с той проблемой, которая существует. И поэтому это очень важно для них. Именно с точки зрения выздоровления, именно настрой пациентов, их взаимодействие с медицинским персоналом и с врачами прежде всего, позволяет им выздороветь. За хорошее настроение пациентов отвечают и пушистые обитатели парка. Сотрудники диспансера обустроили здесь даже беличий домик. Во время отдыха пациенты подкармливают рыжих красавиц, потомство сибирских белок, привезенных несколько лет назад. Марина Кравцова, Алексей Золотенков, События. Передовые технологии на Самарской выставке. На промышленном салоне 2015, который открылся в экспо Волге, побывала Валерия Макарова. На тысячи квадратных метров выставочного зала представители более 80 предприятий швейцарских, чешских, индийских и, конечно, российских компаний. Такие выставки, по крайней мере, еще раз дают нам, как лакмусовая бумага, осознание того, что мы не стоим на месте, мы движемся вперед. Полгода назад в областном министерстве промышленности озадачились, как научная база вузов может помочь предприятиям решать производственные проблемы. Так появилась секция научно-исследовательских разработок. Мы занимаемся координацией усилий органов госвласти, промышленных предприятий и вузов в Самарской области. То есть, иными словами, мы занимаемся проблемой предприятий через решение ее в вузах. На выставке специалисты обсудят важнейшие вопросы отрасли, импортозамещения, внедрения инноваций, опыт зарубежных стран. Промышленный салон 2015 можно посетить до 25 сентября в выставочном центре Экспо Волга. Валерия Макарова, Сергей Баскин. События. На этом наш выпуск завершен. Смотрите телеканал Самаргиз в кабельных сетях города, читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения и смотрите нас на экранах смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok